Всем привет, добро пожаловать обратно в челлендже Sims 4, и это челлендж 100 детей, и у нас, наконец-то, на повестке вторая партия детей, хотя, может быть, один ребенок, я не знаю, как оно сейчас будет, потому что мы уже в больничке, мы, наконец-то, приехали, в прошлой серии мы и так не дождались, хорошо, что я не стала ждать, потому что долго еще было что-то, как-то я думала, что это будет вечером, а это случилось уже на следующий день в обед, вы понимаете? Но, в любом случае, новая серия, новые дети, и, хотела сказать, старые дети повзрослеют, но вы меня поняли, первая партия детей уже превратится сегодня в школьников, и я надеюсь, что наша мамочка сможет им даже тортик испечь, я очень сильно на это надеюсь, если у нее хватит сил, она, кстати, так и не посадила ничего, мы купили дорогих растений, но просто не смогли посадить, потому что не было сил и времени, эта беременность какая-то у нее была очень тяжелая, постоянно был токсикоз, она была, уставала, но я ее и использовала очень сильно, потому что нам нужно было очень много денег заработать, и она это сделала, она молодец, теперь немножечко может отдохнуть, ну, в принципе, отдохнуть это громко сказано, когда у тебя маленький ребенок, ну, посмотрим, в общем, дел не в проворот, новые дети, старые дети, дни рождения, в принципе, рождения, сейчас все это будет, представляете, видите, она уже такая грустненькая, потому что ей как-то вообще не очень, если честно, как-то ей тяжело это все давалось, ну, ничего, 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 сейчас все будет хорошо, а у тебя пара за рта идет, если ты в помещении, молодой человек, что это такое, иди сюда, так, нам нужно где-то тут зарегистрироваться, насколько я помню, надо через ассистента, разве мне казалось, что через компьютер, как компьютер, так, зарегистрируемся, это будет долго, мне, кстати, так нравится эта одежка, наша новенькая, по-моему, при старшей школе пришла, мне очень нравится, как это выглядит, такая очень пастельненькая, красивенькая, сама форма крутая очень, о, у нее все прям крутяк, слушайте, а я не знала, что когда рожаешь больницу, у тебя все так идеально, тогда мы точно успеем все сделать, если честно, когда приедем, потому что дети там в хорошем состоянии, они выспались, они покушали, все было отлично, только у нас еды нет, вот нам как раз тортик, и это хорошо, если мы его приготовим, потому что, если мы не приготовим тортик, то будет как-то не очень, не очень, так, ну что ж, ну что ж, запускаемся, и скрещиваем пальчики, так, подождите, у нас двое детей, это получается будет 3-4, либо просто 3, ну что, ну что, кто у нас будет, кто, 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 эх, так, бэбик один, или всего один, или у нас будет больше, поздравляем, это мальчик, отлично, мальчик у нас будет, ну пусть будет Джек, Джек Рос, ой, подождите, Джек Рос 3, окей, и это мальчик, у нас все-таки двое, и у нас очень много мальчиков теперь, теперь у нас Шон, Шон Рос, тоже 4, итого у нас четверо детей, не тронет же, правда? Нет, у нас вроде двойня, хорошо, потому что тронет я бы уже не выдержала, честно, у нас двойня, круто, я нас поздравляю, я нас поздравляю с этим всем, у нас так много детей теперь, у нас теперь четверо детей, вы представляете? У нас оптовая мамочка, как бы это странно, это не прозвучало, извините, так что, все, мы возвращаемся же домой, правда? Все, я нас поздравляю, у нас теперь много-много детей, вы знаете, после родов наша мамочка как-то себя чувствует получше, повеселее, видите, она выглядит, хотя еще осталась в пижамке с больницы, получается, все, мы вернулись домой, я уже переместила детей, потому что их там закинули на второй этаж, не очень удачно, но вот так вот они у нас расположены, я в принципе так и думала, что они так и будут, вот, я на самом деле, знаете, что я хотела? Я хотела проверить, закрыта ли у нас дверь, потому что у нас там уже какие-то люди тусуются, я же на тебя нажала, что такое? Так, вход воспрещен, нельзя друзьям запретить всех, кроме членов семьи, вот у нас какие-то тут люди тусуются, симпатичные, очень симпатичные люди, нам сейчас не до этого, потому что у нас там, скорее всего, дети рыдают, так, вы у нас пришли из детского сада, вы какие-то очень довольны, отличные, я прекрасно, 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 вы в детском саду были, у вас все было замечательно, давайте играйте с куклами, как обычно, вдвоем, хотя нет, вы знаете, нет-нет-нет-нет, у нас есть еще одно прекрасное занятие, пока тепло, пока солнечно, идите, делайте скульптуру из песка, вот, а мы пойдем на второй этаж, мы сейчас успокоим детей и приготовим тохтик, мы будем тохтик готовить, так, ну что, вы рыдаете все, все рыдаете, да, давайте тогда кормить из бутылочки, потому что это быстрее кормить из бутылочки, а потом посмотрим, если у кого-то будет дымочек, то понятное дело, что мы это дело исправим, так, отлично, а у нас еще накопление пыли же есть, у нас все-таки пыль не накапливается, так, давай быстрее к деткам, что они сейчас успокоятся быстренько, и мы приготовим тортик и вырастим наших деток, которых, которые более старшие детки, и может быть, у нас жизнь наладится, будет все прекрасно, так, одного успокоили, и теперь следующий, ты успокоился, просто я боюсь, что как только она отойдет от них, то что-то произойдет, что очень часто, кстати, бывает, так, ничего, довольный вроде лежит, слушайте, ну вроде довольный лежит, отлично, все, оба довольные, зафиксировались, зафиксировались, не тревожим мамочку какое-то время, это мы убираем, это наша единственная, кстати, еда, больше у нас ничего нету, это очень плохо, но сейчас мы приготовим тортик, так, давайте, подождите, а почему у меня, ай, блин, я забыла, вот я балда, у нас, у нас два семиллиона, вы понимаете, ах, лягушечки мои, вы сейчас так пригодитесь, просто неимоверно, у нас есть какая-то за 30, по-моему, нет, у нас нет за 30, и нам должно хватить на тортик, есть, вот, за 30, размножаю лягушек, и с лягушкой за 25, и у нас лягушка за 25, да, давайте продадим какую-то не очень дорогую, за 10, отлично, у нас какие-то ягоды еще тут есть, но они не очень нам помогут, но за 37, может быть, мы что-то сможем приготовить, какой кошмар, у нас нет денег на тортик для детей, кошмар, так, ну что-то вроде, что-то мы можем, вот, мы можем бисквитный торт, торт, гамбургер, давайте шоколадный, вот, за 15, у нас даже что-то останется, представляете, вообще какая-то, слушайте, они уснули, да, они уснули, а, отлично, все, побежали, побежали, быстренько, пока они уснули, надо быстро все делать, ты уже тоже голодная, мы сейчас пока два раза еще задуем свечки, это полжизни просто пройдет, а уже вечер, иди быстрее, пожалуйста, готовь, потому что ты еще будешь 300, 300, 500 миллионов лет это все готовить, может, что-то они тут построили, кто это вообще, или они еще не достроили, вы еще не достроили, малыш Лянди, давайте еще чем-нибудь построите, пожалуйста, пока мама готовит, вы как раз построите, да, давайте, или это с какой стороны смотреть вообще на это произведение, а, это голова этого, чего, этой штуки, забыла, на которую человек вышел, понимаете, из воды, ну, красиво вышел из воды, это штука, которая вырастает и есть людей, я забыла, как она называется, так, ну что, ты там готовишь, малышечка? Давай, я в тебя верю, дети спят, одни играются в песке, дети спят, у нас есть чуть-чуть времени, мы справимся, мы молодцы, ты молодец, ты вообще у меня суперпродуктивная, суперклассная мамочка, если тебе кажется, что ты не справляешься, это тебе кажется, ты молодец, я и себя тоже подбадриваю, что ты стоишь, Джон так стоит и стоит, да, давайте ускорим весь этот процесс, но я очень хочу сегодня вырастить, а, как я выращу детей, я же не смогу им даже кровати купить, вы представляете, какая печаль, беда, мне так нужно попа этот, попа, ну, вы поняли, попа садить растение, потому что я вообще без дохода, без какого-либо, и это просто капец какой-то, ну, придется продавать, наверное, старые кровати, ну, просто я не смогу ничего сделать, так, давайте, нет, еще нельзя, серьезно, просто я что-то забыла про то, что, конечно, это очень весело, когда дети вырастают, все прекрасно, но, блин, им же нужны кровати, а я не могу себе это позволить, может, какие-то супердешевые, о, слушайте, у нас уровень даже повысился, отлично, так, и давайте добавить свечи на торт, сейчас мы последние деньги просто будем тратить, вы представляете, это капец просто, о, поздравляю, о, может быть, он нам что-нибудь сейчас в этот, на почту пришлю, вот, слушайте, это будет хорошо, но я не хочу сильно, так, 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 подождите, чтобы я не пропустил, помочь за тут свечи, у нас есть всего два шанса, у нас есть, осталось всего 12 миллионов, первая у нас пойдет наша девчонка, блин, там ребенок платит, ну, я сейчас успею, я успею, я сначала сделаю детей взрослыми, а потом пойду к тем, я надеюсь, нам хватит места, потому что иногда люди не вырастают, точнее, симы не вырастают, потому что им мало места, у меня уже такой был затык в одном челлендже про старшую сестру, я там чуть с ума не сошла, пока не поняла, что просто мало места, но денег на свечки у нас просто нету, так, ну что, смотрим на нашу девчулину, которая сейчас вырастет, и, ага, куда она пошла, ага, ага, там, блин, плачут, ну, я не могу сейчас подняться, вот честно, не могу, мне надо вырастить еще ребенка, так, ну что, ага, так, рандомайзер, включаем, любит кошечек, отлично, чем она у нас будет заниматься, она будет заниматься у нас творчеством, отлично, ну, будет творчество, окей, ага, отлично, ну, такая спортгерл, отлично, так, давайте добавить свечей, быстро, 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 там уже оба ребенка плачут, блин, так, пока не съели ни кусочек торта, это просто нужно обязательно, так, Роз, ты, малышечка, как ты себя чувствуешь, отлично, иди тогда в туалет, ну, чтобы ты тут немножечко не мешалась, и потом еще поиграй в куклы, я знаю, это странно, но как есть, нам потом нужно решить будет задачку с кроватями, и это прям задачка, что ты ругаешься, что ты ругаешься, тебе нужно, да, немножко не успеваем, немножечко бы у нас там детки плачут, не доделали, а, доделали, слушайте, прикольно, что ты какой-то грустный гномик в этом, в акуле, это выглядит немножко странно, так, ладно, все, задуваем свечи, ускоряемся, ускоряемся, пожалуйста, пожалуйста, так, все, я знаю, что, так, от вас ни от кого, дымок, что ли, не идет, серьезно, ну, давай тогда покормись бутылочки один, покормись бутылочки два, пока твой старший сын будет вырастать тут, так, ага, он тоже идет на это место, и мы растем, и что получается, так, рандомчиком, что у нас, он у нас творчеством, блин, ну, тогда тоже он будет творчеством заниматься, хорошо, купим ему им одну эту штуку на двоих, а че он черненький стал, слушайте, он был блондинчиком, обалдеть, как он сильно поменялся, ага, я думала, он будет блондином, у вас такое бывало, слушайте, вот, скоро по почте отправят подарок, отлично, 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 нам это очень сильно надо, они оба темненькие стали, это очень странно, ну, ладно, так, ладно, тортик мы оставим пока, давай делай домашку тогда, как бы странно это не звучало, потом возьми кусочек, и ты возьми кусочек, да, ты вроде хочешь кушать, блин, ну, все эти подарки будут присланы же завтра, правильно, сейчас у нас пока тут пусто, они же не могут, по-моему, идите, университет голосовать, да, ничего нету, что нам делать с кроватями, я пока вообще не подозреваю, так, что у нас тут с детишечками, детишечки, ага, вот тут есть проблема с пеленочками, кормить не надо было, но надо было их покормить, и надо было сначала пеленки поменять, ладно, так, надо срочно посадить, потому что мы вообще без дохода, как бы вообще не очень, все очень плохо, я бы так сказала, без дохода, без какого-либо, поэтому нам нужно срочно это исправить, так, почки, на которые мы очень сильно надеемся, и цветочек, на который мы очень сильно надеемся, посади, пожалуйста, его, и почку посади, а то не в последнее время что-то как-то нужно отдельное приглашение какое-то, так, все, один прекрасен, второй тоже должен быть сейчас прекрасен, раз, ты же поменяешь пеленку, ты же не пойдешь, все, отлично, все, отлично, 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 так, детишечки там у нас занимаются, ты хочешь кушать, возьми кусочек тортика, пожалуйста, после того, как посадишь, у нас супер верная, классная в себе женщина, да, я согласна с ней, но нам нужно как-то решить вопрос с кроватями, и он пока, я не знаю, как его решить, вот это я что-то как-то вообще, это был чуть-чуть провал, стратегически, я считаю, у меня лично, а ты не будешь поливать, да, ясно, и потом ляг спать, если тебе удастся, лучше поспать в этой ситуации, а вот дети, я не знаю, сейчас будем думать, сейчас будем думать, я сейчас, что мы сегодня будем придумать, я, конечно, плохо, если я буду продавать эти, один, кстати, ребенок сейчас может пока поспать с мамой, девочку мы отправим к маме спать, а мальчик у нас поспит на диване, вот, я придумала, а завтра нам папаши присылают кучу этих подарочков, может быть, мы съездим в мусорке покопаемся, и тогда решим как-то эту задачу, ну, а как иначе, я не хочу продавать эти кровати, потому что они будут дешевле, они нам скоро пригодятся, как бы это будет какое-то двойное странное мучение, в любом случае, ну, в общем, как-то так, так что, наверное, увидимся завтра с утра уже с вами, у нас вроде пока, тьфу-тьфу, все нормально. Ну что ж, доброе утро, и оно действительно доброе, потому что практически все выспались, наши детки, ну, по-моему, всего два раза, на самом деле, просыпались, и дали, видите, мамочке выспаться, это прям, я считаю, очень даже круто, я же тебе сказала кушать идти, что ты не послушалась, непослушная девчонка какая-то. Так, возьми остатки пищи, у нас вот один ребенок досыпает, они тут по очереди у меня спали, на диване, на кровати, на кровати, конечно, детки, деточки мешали, давай ты еще пойдешь немножечко поспишь, они такие урывочками спали, ну, ничего, сейчас нам наши папашки, ага, ясно, не дадут поспать, ясно-понятно, ясно-понятно, только что было все хорошо, должно быть в школе через час, отлично. Она спит уже, просто все, ей все равно уже, просто все равно. Типа, ну, окей, а еще я тебе, по-моему, назначала наушники включить, потому что что у тебя досуг-то падает, вот, потому что нам, конечно, за сегодня нужно как-то раздобыть деньги на кроватке, а еще я бы, честно, пошла бы искать нового папашу. Было бы очень удобно, если бы мы уже забеременены. Так, что ты пошла эту тарелку мыть? Лучше бы пошла к детям. Так, наш... Чего у нас дождь такой начался? А, у нас зима, поэтому у нас тут дожди, дожди, дожди. Так, сейчас они уже пойдут в школу, ладно, ладно, посиди тут. А ты можешь вздремнуть, что ли, серьезно? Могли все это время вдвоем там спать или что? Я не понимаю. Нет? Ага, нет, все-таки нельзя. Так, ладно, сейчас они пойдут спать. Ты в хорошем состоянии. Ой, спать пойдут. В смысле, в школу пойдут. Сейчас они уже уйдут. Так, ты хотел кушать? Да, и все? Ты больше ничего не хотел? Все остальное хорошо? Серьезно? Слушайте, у нас мамочка прям в фантастическом состоянии и настроении вообще. Все шокардос. Надо срочно с этим что-то делать. Нужно, не знаю, куда-то ехать. Что-то надо мутить. Какие-то муточки. Что-то нужно делать. Ну, как? Такое хорошее настроение. И что оно будет? Какие у нас есть эти хобби? Надо что-то ей придумать. Я думала по поводу этих цветочков, но не знаю, надо цветочков это еще и идти, идти. Я даже прямо растерялась, могу вам сказать, потому что нам ничего не надо делать, потому что, по-моему, все-таки я пыль отключила, мне кажется. Тут я помыла. Да слушайте, вообще какое-то прям удивительное, невероятное состояние. А что у тебя там? Паник. А, какая обычная боязнь-то разы. Так, ау, малышок. Тебе надо в школу. Так, ну что, тогда поехали. Пошли, поехали. Давайте кого-нибудь позовем из молодых людей, например. У нас же есть какие-то запасные варианты. Так, от этого у нас есть дети или нет детей? Сейчас мы посмотрим. В общем, я тут закончила на том, что я психовала насчет того, что я не знаю, что делать. Все хорошо, все хорошо. Очень странная ситуация. Да, мои дети, кстати, они сейчас пойдут в школу. Эти накормленные, напоенные и все такое. Вот. В общем, я понервничала и решила, что наша мамочка будет, собственно говоря, вышивать. Я продала некоторые игрушки с вот этого ящичка. Это, кстати, тоже небольшой лайфхак. Можно там вот, в общем, доставать какие-то игрушки, такие более дорогие. И, в общем, этим промышлять, когда сильно надо. Это и случайно. Вот. А потом я, блин, увидела, что у нас же сегодня счета. И я не уверена, что у нас хватит денег на это дело. Вот. 428. Обалдеть. Ну, я надеюсь, что нашим детям подарили подарки. И это как-то исправит ситуацию на самом деле. Вот. Еще у нас, по-моему, гроза. Да, у нас гроза. У нас тут все. Все пропало. Чуть-чуть все пропало. Но мы включим сейчас наушнички. И немножечко поправим ситуацию. В общем, сейчас мы заберем посылочку. Посмотрим, что там. Скорее всего, придется бухнуть все деньги в счета. Да, потому что иначе нам отключат электроэнергию. У нас как бы дети. Нам нужно там готовить, стирать, убирать и все такое. Кстати, хочется, конечно, по стирочку сделать какую-то... В смысле того, чтобы более реалистично это все было. А у нас зима сейчас, кстати, да? Да. Поэтому у нас дождь идет. Отлично. Так, ну что? Ты забрала? А, ты понюхиваешь. Вроде бы это убрали уже, кстати. Там в каких-то обновлениях было что-то как-то где-то... Что-то поменялось. Так, да. Так. Ой. Ой-ой-ой. Что-то страшное произошло. Молния. Так, давайте посмотрим. Что мы тут кроме счетов? Мы что-то получили? Ага. Это счета, да? Счета и... Все? Серьезно? Просто у нас уже есть такая, кстати, бабочка. Так что мы ее с чистой совестью продаем. Продаем. А вы тут что? 12? Не, бессмысленное. Бессмысленное дело. Так, нам на счета все равно не хватает. И меня это напрягает, если честно. Очень сильно, я бы сказала. Что мы получили? Мы какой-то новый вид лягушки получили. Кстати, хорошо бы за лягушками съездить. Все-таки они дают хороший такой прирост. Надо, конечно, хорошие какие-то собрать. Так, малышлянди, а вы тут в порядке? У нас сейчас забежит. Давайте попробуем все-таки какую-то вышивку сделать. Я знаю, что оно не зайдет сразу. Но в целом, когда... Почему? А, ее не надо было. Блин, я забыла. Я забыла, что это вязание надо было брать с собой. А вышивание не нужно. Блин. Ты сейчас поставишь где-то здесь. Ага, молодец. Как удобненько, чтобы все спотыкались. Абсолютно так. Небольшое будет. Давайте средний. О, 115. Оф, ну ладно. Ладно. Так, если бы иди оторву от сердца. Так, дети там орут. Я основной только сели вышивать. Вот только сели, вы понимаете. Ну, это всегда, так всегда. Ага, можно передвинуть. Отлично. Да, малышка. Это малыш или малышка? Кто у нас тут? Шон. Бам-бам-бам. Кормитесь бутылочками. О, навык вшивания. Отлично. Как-как-как-как-как. Поменять пеленки. Ты что, уже закончила, типа? Не надо мне рассказывать. Я не закончила. Я же видела. Я же все видела. Меня не обманешь. Или серьезно, она закончила? А, возобновить. Остановить, вот. Распустить вышивку. Нет, ни в коем случае не распускать. Потому что этот... Ой. Так, шо? Ты второй сейчас не проснешься? Вот только мы сядем, скорее всего, за вышивку. Как второй проснется? Это же закон просто. Правда? Закон четкий, ясный, прописанный. Как будто где-то на самом деле. В общем, я немножко начала переживать по поводу... Что? Укололась, что ли? Где? Че она ругнулась и прекратила? Я не поняла. Женщина, что произошло? Что произошло? Ей не нравится. А, ей просто не нравится вышивание? Серьезно? Тебе не нравится... Где предпочтение? Где, 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 где? Где у нас предпочтение? Боязнь и исполнение желания? Отлично. Отлично. Это у нас характер... В характере отличный. Образ жизни. Бла-бла-бла. Не то, не то, не то. Нет, где-то вверх, вверх, вверх. Образ жизни нет. Предпочтение. А ну-ка. Мы их можем отредактировать, оказывается. Итак, мы можем, оказывается, тут вроде как что-то, какие-то увлечения у нас прибавить. Вот, вышивание крестиком. Мы можем, оказывается, это редактировать. У меня, кстати, не включены никакие эти... Что-то ничего не включено. Можно, пожалуйста, да, увлечение крестика. Давайте сразу вышивание. Ой, не вышивание, а как раз вязание сделаем, если оно есть. Я его не вижу просто, да? Оно есть, я его просто не вижу. Мои чудные соседи начали сверлить стены. А вот, оно прямо рядом. Так, всё, давайте тогда возвращаемся. Я надеюсь, это как-то повлияет на нашу, на нашу вышивку. Она не будет ее бросать через каждые две секунды, а? Так, ну что ж, я вернулась. И сейчас проверим, сейчас проверим. Так, детки спят, это самое главное. Наши дети спят. И мы еще раз попробуем возобновить нашу... Нашу вышивку. Ну что ты мне скажешь? Потому что она до этого прям вскакивала тут же. Ага, всё, окей. Всё, мы сидим, вышиваем. Отлично. Ну, повторюсь, скорее всего, мы, конечно, не продадим нормально эту вышивку. Я вообще не очень понимаю, что нам делать. Владимир, потому что тут еще не скоро вообще будет. Да, да, вообще не скоро. Вся эта история. Хотя, конечно, такая местность классная. Но я, кстати, в постройке об этом говорила, что я, наверное, знаете, как сделаю. На самом деле, мне в целом нравится наш домик, в котором мы живем. Ну, во-первых, он, конечно, маловат для нас. Ну, пока мы больше не можем позволить себе. Но в любом случае, еще приличное количество серий, скорее всего, выйдет в этом домике. Но у нас же выйдет новое дополнение и новый город, который будет заточен на семью, на семейный досуг. Насколько вот можно судить по всем этим анонсам и всего прочего. Я считаю, что это прям идеально будет для нас. Ну, в смысле, для нашей семьи, для нашей мамочки. Что это будет именно то, что нам нужно. Поэтому мы, скорее всего, переедем. Но на самом деле вообще непонятно, когда он будет. Но учитывая, как часто выходят серии, я думаю, что еще 3-4, может быть, 5 серий выйдет здесь. А потом мы уже переедем. Мы как раз подкопим деньжат, подкопим всего, соберем вещички. Я не хочу, кстати, продавать все вообще, знаете, все заново. Это как-то абсурдно в нашей ситуации. Но какое-то количество вещей мы возьмем с собой. И что такое? Ты уколола. Ясно. Все-таки уколола пальцы. Вот это я не люблю. Но что поделать. Так, давайте, давайте, давайте. Знаете что? Знаете что? Я знаю, что мы едем опять копаться в мусоре, потому что нам очень сильно нужны деньги. А у нас их нету. А что? А, ты молнии ударила, крутяк. О, отлично. Происходит. И поедем, потому что у нас нету денюжек. Совсем причем, к сожалению. Или давайте поедем, кстати, жабушек, лягушечек поискать. Потому что в том городе, в котором они есть, они... Хотя нет, сейчас зима. Зима нет, 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 нет. Я уже была в такой ситуации, когда я приехала, там все закрыто. Все перекрыто. Потому что зима. Придется опять в мусоре копаться. Придется опять копаться в мусоре. Нам нужно заплатить за... 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 За нашу... За... Что ж я... Что ж такое? В общем, поехали копаться в мусоре, чтобы заплатить за наш дом. И, возможно, все-таки пристроить еще одну комнату. Как повезет, собственно говоря. Как повезет. В общем, ребята, что я могу сказать. Это какой-то кошмар. Потому что, на самом деле, вот сейчас наша мамочка будет укладывать детишек. Она очень хочет спать. Пока она будет укладывать, я вам тут что-то подрасскажу. В общем, эта серия была одна из самых тяжелых. Не потому что мне что-то такое страшное происходило. Как я обычно жалуюсь. А, я ничего не успеваю. Кто это вообще к нам пришел? Что у нас есть еда. Отличная еда. Это всегда хорошо. Так, мои дети спят. В общем, эта серия была очень-очень тяжелой. У нас тут гроза. Молния. Ладно, сейчас я поставлю на паузу. А то я с вами так и не поговорю. На самом деле, нормально. Потому что будет гроза нам мешать. Вот. В общем, я эту серию записываю уже, наверное, ну не месяц. Но какую-то неделю подряд. Я постоянно к ней возвращалась. И меня все время что-то отвлекало. Ну, какие-то внешние обстоятельства не позволяли мне дальше продолжать снимать. Я, на самом деле, уже честно забыла, что у меня было в начале. А в начале у меня как раз было рождение детей, я так предполагаю. У нас были небольшие перестановки. Вот. Как-то это все было очень долго и сложно. Поэтому я очень хочу закончить эту серию. И следующую сесть и отснять нормально. От и до. Я надеюсь, я смогу это сделать. Потому что вот так вот кусками это просто какой-то кошмар. Я вообще не знаю, как я сейчас буду этот винегрет забирать. Как я буду это все монтировать. Потому что, мне кажется, там что-то такое. Короче, если что-то было ужасное, несостыковочное, простите меня, пожалуйста. Я очень хотела записать эту серию. Но вот как-то, ну, бывает, знаете, вот отвлекает. Все. Все, вся, все. И соседи у меня тут долбили. И свет выключали. И мне там срочно звонили по делам. Короче, какой-то просто апокалипсис немножко был. Но в любом случае, у нас новая партия детей. И в следующем... На следующий день она у нас вырастет. Поэтому в следующей серии как раз мы начнем с того, что у нас появится еще два тоддлера. Я немножко упустила своих детей, которые уже школьники. Потому что, вообще-то, они должны становиться отличниками, чтобы быстрее вырасти. А еще я упустила такой момент чудесный. Я просто забыла. Вы понимаете, надо же было кроватки купить. И я вот сейчас их собиралась ложить спать. А кроваток нету. А я же съездила в Эргарин Харбор. Нашла там, кстати, кровать дорогую за 2000. Приехала и купила телевизор. Понимаете? Потому что я забыла, что у детей нет кровати. И на остатки денег я купила вот эти самые дешевые кровати. Это, кстати, самые дешевые кровати. Вот. Которые нужно будет поменять. Ну, не гожи детям спать на таком. Вот. Потому что они не очень хорошие. И вообще же нужно придется еще одну комнату достраивать. Потому что я не знаю, куда деть наших тоддлеров. Нужно уже следующих. И нужно предыдущих. В общем, я запуталась в этом всем. Была какая-то очень странная сумбурная серия. В следующей серии вот как раз нужно поменять кровати. Нужно пристроить еще одну комнату. Возможно, вот здесь, кстати. Ну, наверное. Или здесь. В общем, надо достроить. И, как вы понимаете, на это нужны деньги. А у нас как бы нет. У нас, кстати, что-то выросло. Кустарный бонсай. Вот. Короче, как-то так получилось. Так что простите, извините за такую странную сумбурную серию. Следующая будет лучше. И, как я и говорила, что... Ну, в зависимости от того, когда у нас будет новое дополнение, от этого зависит, когда мы приедем, пока будем тусоваться здесь. Хотя, если честно, изначально мне идея в Сулане нравилась. Сейчас вообще и перенравилась. А где наш... А что нету ничего? А тут сюда молния попала, а камушек нам не достался. Обидненько, обидненько. Мы терпим эту грозу. В общем, тут какие-то супергрозы. Супер этот... Мои персонажи постоянно пугаются. Конечно, можно купить эту антигрызовую штуку. Но для этого нужны баллы счастья, которые не все могут собрать. Поэтому я надеюсь, в новом городе будет просто снежочек. Я хочу нормальную зиму. Я хочу нормальный дом. Я хочу тут, знаете, построить классический-классический дом. Не двухэтажный. Тут я пыталась, типа, сэкономить. Поэтому построила на втором этаже все это дело. Вот. Но в следующий раз не хочу экономить. Все построено на первом этаже. Потому что, конечно, с детьми носиться первый-второй этаж, это очень тяжело. Поэтому надо всех на первом поселить. И, в общем, построить какой-то супер-классик такой дом. Удобный. С отдельными комнатами. Чтобы у всех было... Не знаю. В идеале, конечно, хорошо будет, если целых четыре детских будет. Чтобы все там по-разному. Мальчики с мальчиками. Девочки с девочками. Тоддлеры с тоддлерами. Школьники со школьниками. Чтобы отдельно у мамочки была комната, в которую бы запиралась она. И ванная у нее была бы отдельно, как сейчас. Но чтобы вообще сюда никто не заходил. Чтобы, ну, в общем, не отвлекать мамочку. Не дергать детей. И так далее. И тому подобное. В общем. Планы. Ураганы. Я в этой серии, конечно, не справилась вообще ни с какими задачами. Ну, как. Подрастила детей. Насколько я помню. Мне кажется, это было в этой серии. Я не знаю. В общем, я слишком долго много разговариваю на пустом экране. Ничего не происходит. Так что, если вы во мне не разочаровались, я надеюсь, подписывайтесь, ставьте лайк. Дальше будет интереснее, честно. Честно-причесано. В общем, подписывайтесь, ставьте лайк. И до следующих сериях. Скажите пока-пока нашим малышам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok